Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор третьего каталога Фоберлик. Очень много новинок, весенний, классный. Обожаю такие каталоги. Итак, поехали. Обращаем внимание на то, что каталог двухнедельный, с 7.02 по 20.02. Сразу у нас новиночки, которые мы с вами уже обозревали в пробниках. И полноразмерка у меня вот такая нарисована почему-то сиреневая, но она больше какая-то, не знаю, малиново-бордовая, чуть-чуть сиреневая потом, но не такой вот флакон, как-то здесь. С удовольствием им пользуюсь, вообще классно. Стойкость на одежде до стирки, если принюхиваться. Ну такая вот стойкость, знаете, вот если принюхиваться. А так несколько часов, на коже несколько часов. То есть стойкость парфюма такая средненькая, да. По Фоберлик Лайк можно будет взять, я думаю, все эти парфюмы. И они, в принципе, будут стоить так же, как и в каталоге пока, да, 1000 рублей. То есть по Фоберлик Лайк у нас вот эта цена зачеркнутая, она делится, от нее 70% скидка. Не, подешевле будет, чуть-чуть подешевле. Здесь у нас 50% скидка, плюс еще 20 за рублей за 800, наверное, с копейками можно будет взять вот такой парфюм. Ну любой. Многим девчонкам понравился зеленый. Да, он неплохой, он интересный, свежий. Но потом меня почему-то начинает в нем глушить ваниль. Вот этот, я бы сказала, больше возрастной. Но у него тоже нашлись поклонники, как бы на вкус и цвет, да, как говорится, товарищей нет. Интересный парфюм, я бы отнесла его к разряду унисекс. И муж мой такой не любит, поэтому я брать его и не стала, да. Новинки-пакетики у нас с вами весенние для подарочков. И вот вся красота. Новая коллекция. Жардин де... Не буду коверкать язык. Ламинированная, лимитированная коллекция декоративной косметики, вдохновленная живописью Клода Мане. Представляете, вообще красиво, реально по-весеннему красиво. У Кати Матис уже видела свочи вот этой палетки. Хочу. Хочу, буду брать, будем с вами тестировать. Что у нас здесь? У нас с вами палетка теней, 9 рефилов, 799 рублей. У нас с вами блеск, пробуждающий цвет губ. Похож был, линейка какая, господи, Аква-Аква, что-то там забыла уже, потому что она, мне кажется, крайне неудачная. Ее и в каталогах не стали печатать, не зашла она. Очень дорого, а по факту так себе. Поэтому блеск точно брать не буду. Я такие не люблю. Тонирующий крем-желе нет, тоже, скорее всего, не буду, потому что я редко пользуюсь тональниками. Если и пользуюсь, то это кушонная. Любовь моя любовная. Айсюл, я имею в виду, да. Вот такие наклеечки классные. Можно будет взять, побаловаться обязательно даже нужно будет взять. Помада для губ с влажным блеском. Вот, ну, как бы, может быть, и возьму, но не знаю. Мне кажется, девчонки, даже флаконы похож. Что это, по сути, та же помада, которая была тоже в той линеечке, вот этой вот голубой Аква, да. У меня тоже такая есть, и я не люблю с блеском. Поэтому мимо помады, скорее всего, пройду, да, пройду, переводные татуировки, еще наклейки. У нас здесь не только наклейки, а еще переводные татуировки. Слушайте, прикольно, с ароматом они интересны. Вот как будет выглядеть. Здорово, возьми, побаловаться дочери однозначно. Так, у нас тут еще ультра тонкий карандаш для глаз, 249 рублей. Вот такие интересные весенние оттеночки. Можно будет взять сиреневый тоже, сделать какой-то тематический макияж. Лаки для ногтей, красивые оттеночки. Тоже можно будет взять, побаловаться иногда сверху прикрою. Вот, кстати, вот этот, он немножко похож на тот, что у меня сейчас на ногтях. Да, вот более-менее так похож. Так, у нас здесь с вами цветная подводка для глаз, ну или подводку. Возьмем вместо карандашка, посмотрим. У нас здесь еще запеченная румяна. Но, опять же, это та же история. Просто, мне кажется, сменили упаковку, переставили рефил. Даже голубая линия, да, поэтому брать точно не буду. Они у меня валяются, они не нужны. Много блеска, мало толку. Так, у нас здесь гели для душа весенний. Скорее всего, возьму все четыре, потестируем. Вот такой набор подарочный, потрясающий. Тоже взять надо в запас, да, у кого детки ходят в садик, в школу, учителя. Вот такие вот тематические подарочки. Мне кажется, вообще, очень круто, очень здорово. Так, поехали дальше. По парфюмам я не очень люблю парфюмерию Фаберлик. Относительно удачными более-менее стали новинки, да. А вот из предыдущих у меня, на самом деле, мало что цепляет. Поэтому я всегда прористываю и мало с вами о парфюмерии говорю. Если хотите что-то брать на весну, советую присмотреться вот к серии Каори. Мужская линейка на распродаже. Кстати, восьмой элемент, классный аромат, особенно голубой. Они все прикольненькие. Глориус мне не понравился. Классные новинки прошлого каталога в серии Блокбастер, да. Я сама попробовала парфюмированный гель для души. Он прикольный. Знаете, он с частичками, по-моему, что тут у нас, черный-черный, что-то черное у нас тут в составе, такие частички. И он такой прям ароматизированный, вообще классный. Вот если ребятам с вами думаете, что взять на праздники, вот присмотрите к этой серии, она действительно классная. Дон Леон у меня у мужа стоит, и он им не пользуется. Он пользуется парфюмерией Петти Периш. Хотя аромат ничего, но вот ему не нравится вообще парфюмерия Фаберлик. Он у меня от нее нос воротит, скажем так. Авиатрис мне тоже не понравился совсем, хотя многие девчонки полюбили. Зефирку можно будет понюхать в каталоге. На весну еще Портужур, он какой-то странный, он шипровый. Вот Флюрет можно на весну. Ренату зелененькую. Тезерабель тяжеловат на весну. Элиссар, он вообще странный. Футория пользуюсь сейчас с удовольствием, но больше, мне кажется, зимний аромат. Серию ароми я люблю, да, несмотря на то, что она совсем не бюджетная, но она классная, с удовольствием пользуюсь. Что касается аромодиффузоров, то кончился он у меня где-то за месяц, может быть дней за 25. Я попробовала наливать туда, сейчас скажу, что я попробовала туда наливать ароматизированный ароматический спрей для тела и текстиля. Туда перелить, чтобы палочки дальше продолжали пахнуть, да, но он очень быстро кончается. Все-таки там должна быть какая-то консистенция, наверное, масляная, да, чтобы она не так быстро испарялась. А все остальное испаряется там безумно быстро. Эфирные масла тоже классные. Где-то было видео, даже на просторах интернета, их сверяли, сверяли. Сравнивали с другими, которые продаются в аптеках и так далее, потому что там порядок дешевле, да. И оказалось, что масла фаберлик действительно достойного качества. Они из тканей испаряются, не оставляют никакого жирного масляного пятна, обладают как бы летучестью, как и должно обладать хорошее эфирное масло. Да, поэтому серию эту люблю, несмотря на то, что она не бюджетная. На ветке мы с вами тоже тестировали. Кто не видел обзор, прикреплю обязательно. Ссылочка будет в инфобоксе и в конце видео. Не буду, конечно же, больше брать. Стойкости здесь практически никакой нет. Я не люблю вот эту глянцевость. Она растекается, выходит за контуры. Поэтому нет, не люблю, не понравилась. А вот эта помада одна из любимых. Недавно вы спрашивали, что у меня ног бахало видео заказов оберлик. Это 404,70, последний заказ, да, коричнево-бордовый. Но я его разбавляла нюдом, потому что он достаточно темный. Так классно. У меня есть оттеночек кашемировая роза. У меня, по-моему, есть оттеночек лиловой орхидеи. Дымчатый розовый точно есть. Помада, вот эта помада классная. Она действительно классная. Я не скажу, что там она суперстойкая. Но матовый финиш, бархатистый. Мне губы вообще не сушат. И стойкость такая средняя. И она уходит равномерно с губ без каких-то там некрасивых моментов. Пудровая помада для губ тоже классная. Тоже нравится. Пользуюсь. Опять блеск. Вот эта история тоже мне не очень нравится. Но кто любит пользоваться блеском, то можно, конечно, попробовать. Это да. Палетка с помадами. Так я ее и не взяла потестировать. Отговорили вы меня. Сказали, что это прям фу-фу-фу-фу-фу. Запеченные тени. Тоже к ним рука не тянется. Все как-то хочется тени без блесков. А так лежат. И ни одна даже палеточка. Скажем так. Кушор. Вот. Можно по Фаберлик Лайк взять. Но мне больше нравится Айсюл. Этот он немножко подсушивает. Кушор Айсюл он как-то больше сияния, что ли, придает. Так. Тональное средство для лица увлажняющее. Нет. Не то. Не то. С сиянием, которое классное. У нас с вами есть принтональное средство. Пудру опять распродают. В этой серии уже не устаю вам хвалить. Праймер для губ. Он нереально крутой, девчонки. Он просто, не знаю, он настолько крут, что я буду брать еще обязательно. Любой продукт со скидкой 40%. Вот, возможно, возьму его в этот раз, потому что у меня осталось не так много. Хотя у меня бальзамы, помады, праймеры, они вообще кончаются как-то, ну, очень долго. А здесь нет. Здесь очень быстро, потому что на ежедневной основе я практически пользуюсь. Идеально выравнивает поверхность губ, разглаживает все складочки. Если есть какая-то сухость, шелушение, этого ничего не видно. Вот прям скорая помощь. Не то, что он лечит, но сухость устраняет однозначно. И губы выглядят ухоженными, красивыми, ровненькими. Поехали дальше. Мой любимый карандаш пока без скидки, но у меня один есть в запасе. Очень люблю. Кутикулу моментально делает, как бы, не то, что тоже лечит, но визуально сглаживает все неровности и увлажняет очень хорошо. До маникюра продержаться можно с этим карандашом. Палочки потрясающие. Беру всегда, уже вы видели. У меня в заказе неоднократно свекровь попросила, ей очень понравились. Вот вот эта рукавичка для умывания классная, которую я Крестюшке купила в последнем заказе. Тоже вообще супер. Были вопросы про уход за кожей, какие серии действительно работают. Сейчас кратенько с вами по этой теме пробежимся. Грим терпи работает. Это такой базовый уход хороший. Не скажу, что прям он стоит своих денег, хотя сейчас цены на него не сильно дорогие. Можно взять ночная маска для лица, ну, по крайней мере, по Фиберлик Лайк нормально выходит. И наборчиками тоже выходит нормально. Аромат на любителя. Он достаточно ярко выражен, работающий. Ван Уик Миракл, работающий на 100% серия, после которой я вижу, до сих пор ей пользуюсь, действительно преображение кожи. Действительно кожа в тонусе, она гладкая, она хорошо выглядит, поэтому это тоже работающая серия. Действительно можно в ней присмотреться. Океанум я вам никогда не рекомендовала. Почему? Потому что пользовалась средствами из этой линейки. Эффект был такой же, как после серии Weekend, поэтому не вижу смысла переплачивать. Weekend бюджетнее. Global Oxygen работающая, но она не решает, допустим, таких проблем возрастных, как морщины. Хотя тоже хорошо увлажняет. То есть базовая серия, сказал бы я так вот, 25-35 лет. Классная. Для жирной кожи у нас с вами кислородный баланс дневной. Я уже вам всегда повторяю. Из каталогов каталог. Из Global Oxygen очень нравится гаммаж, который я вам тоже постоянно хвалю. Крестюшка песни поет. Давно вы ее не слышали. Вот она, очищающий гаммаж. Щетка понравилась, кстати. Я вам отсняла на нее отзыв, но он у меня почему-то удалился. У меня ее Крестюшка отобрала сразу. Ей было просто прекрасно и замечательно. Массировать себе зубы этой щеточкой. Идиусно сейчас лезут зубы вообще по-страшному. Ей было прям очень приятно. И она у меня, короче, ее заиграла. Не знаю, вернется ли она ко мне или нет. Beauty Lab. Не то, что работающая серия, но серия моментального преображения. Главное не переборщить. Мне безумно нравится сыворотка. Крем я брать не стала и вы мне как-то его не расхвалили. А вот сыворотка по хорошей цене будет. И она моментально разглаживает лицо, как будто с силиконом вам покрывают лицо. Разглаживает, делает его мотированным, бархатистым, ровненьким. Вот прям классная сыворотка. Люблю. По поводу масок. Мы с вами тестировали маски. И я уже вам сказала, отзыв подробный есть. Ссылка на него будет в инфобоксе. Мне больше всего понравилась гелевая маска. Ее я с удовольствием повторю. Эти две нет. Повторять не буду точно абсолютно. Хорошая цена на карбоксотерапию, но на масочку именно. И 40% на наборчик. Тоже люблю. Видео есть. В инфобоксе тоже прикреплено. Процедура классная. Очень люблю ее. Белоглоу тоже работающая серия. Подойдет хорошо для возрастной, сухой кожи. Мне просто ночная маска желе утяжеляла кожу. Гардерика тоже работающая серия. Ренаваш я не пробовала. Как-то все не дойду до этой линейки. Во-первых, 50+. А во-вторых, хотя многие нахваливают. Нужно смотреть по состоянию кожи. Я не вижу необходимости пока такой тяжелой артиллерии пользоваться. Опять у нас аппараты здесь появились. Ретинол. Работающая серия и сыворотка и крем. Действительно видела результат. Очень крутая серия. До коллагена никак не доберусь. Все, новинки выходят и выходят. И нет возможности попробовать. Шприцы крутые. Пока пользуешься, работают. Пока не пользуешься, не работают. У меня, по крайней мере, так действительно есть разглаживание морщин. Но потом, когда ты умываешься утром или вечером, они опять возвращаются на место. Ну, может быть, есть какой-то накопительный эффект, если пройти курс месяц-два. Серия с кислотами тоже работающая. Серия потрясающая. Тоже вам частенько ее хвалю. Смотрите, какая скидка на набор. Но в магазинах все равно дешевле. Я видела по 399, но сейчас уже, наверное, нет. Мне кажется, рублей под 500. Такой набор один в один в магазине стоит. Это серия работающая. Но для тех, у кого кожа проблемная, я бы ее для возрастной больше кожи... Для возрастной, для подростковой кожи посоветовала. И у кого высыпание часто бывает, тоже есть смысл взять. Пилинг. Естественно, тоже работающая. Всегда вам ухвалю пилинг. Это пилинг. Он решает многие проблемы. Да? Ну, это кратенько, быстренько разобрали с вами уход. Доктор Кор нет. Блум нет. По мне, вообще нулевые серии просто никакие. В Айсиул, да. Надо смотреть, подбирать по потребностям кожи. Тоже подростковая, проблемная кожа. InfoW тоже классная. Мне безумно нравится на лето брать лосьон от черных точек, потому что он как с миндольчиком охлаждает. Обязательно, когда настанет тепло, надеюсь, он уже когда-нибудь настанет, мы с вами его возьмем. Тут у нас в каталоге уже появляется Биоси. Я, если честно, специальный уход. По таким ценам не хочу брать эту продукцию. И пробовать тоже не хочу. Меня ничего здесь абсолютно не интересует. Гаммаж для тела 300 грамм 1000 рублей нет. Нет, простите, извините, инцеллюлитное масло 1000. Нет, я пойду в магнит-косметику куплю, если мне надо такой продукт. Новинки тут какие-то. О, шампунь. Ну, тоже не хочу, потому что вот попробовала и никак. Хотя Ксюша шампунем, который мы брали с вами, пользуется. Волосы у него блестят, поэтому мало здесь Биоси совсем, да, у нас? Совсем мало, я бы сказала, да? И нет этого шампуня, который я брала, да? А здесь у нас что? Жидкое мыло за 500 рублей, за 450? Нет, увольте. Точно нет. Я валяла на пемзу, и, может, я ее пролистала, девчонки, а может быть, еще не дошли до нее. Она крутая, и мне очень нравится. Она на пемзу, на сухую. Вообще, наикрутейший продукт. Прямо пятки у меня розовые, как у младенца, вот ей-богу. И потом бальзам для стоп, гладкие пяточки, мой любимый. И все. И несколько дней, ну, пять дней точно забыли про ноги вообще. Потом опять быстренько на сухую шлифанули бальзам, гладкие пяточки. Красотка, просто красотка. Венотоник будет у нас, как бы он, за покупку люблю. Его тоже, но у меня пока скопился определенный запас. В прошлом каталоге Store D'Amore, да, вышла, мы с вами попробовали, потестировали. И хорошо, что такие лимиточки у нас с вами бывают. Очень приятненько, очень ценно. Серия Ариц, кстати, одна из любимых моих серий по уходу за волосами. Она действительно дарит блеск. И в то же время, несмотря на то, что более-менее натуральные составы, ну, более-менее, да, скажем так, хорошо ухаживает за волосами, даже сильно поврежденные. Вот действительно нравится. Прямо вот достойная серия. И если бы столько много новинок не приходилось тестировать, я бы к ней возвращалась однозначно. Так же, как и серия Блондекон. Я вам тоже много раз уже пела оды этой линейки. Но краску я больше не буду брать в Фаберлик. Нет, прям пошкла сильно волосы, не хочу. У нас с вами на затесте будет другая интересная красочка. По отзывам одной из вас, скоро будем краситься. Так, серия Пик. Классная, понравилась. Плотная гелевая текстура. Потрясающе интересные ароматы. Пока про перхоть ничего не могу сказать. Нужно какое-то время дать, чтобы муж им помылся, да. Возникнет, не возникнет. То, что он привередливый. Он Head & Shoulders только сейчас моется. Надо его теперь заставить просто мыться вот этим вот шампунем. Два в одном он, по-моему, или просто. Просто шампунь, наверное, да. Против перхоти. Вот он, шестой. Надо его заставить теперь мыться только им и посмотреть на результат. Будет, не будет. Потому что от серии No Snow у него просто был снег на голове. Просто Snow. Да, будем брать малышковую линейку. Опять запасы. Все кончается. Обожаю. Салфетки, естественно, все. Только салфетками Фаберлик пользуюсь. Пойду на прием к врачу субботу, спрошу. Уже сходило, точнее, видео от воскресенья выйдет. Можно кофе или нет. Если можно, куплю. Но в этом каталоге цена что-то. Ого-го. Ого-го. По 3,99 рублей еще нормально. 4,99 рублей за 95 грамм. Дороговато. У меня есть еще лежит в зернах. Помолю его, если можно. Вот этот шоколад безумно вкусный. Хотите кому-нибудь сделать презент на праздники предстоящие, прям вот рекомендую. Он безумно вкусный. Так же, как и вот этот. Но тот вкуснее. Это так деткам побаловаться, да? А тот уже можно в презенте кому-то преподнести. Еда. Здесь у нас пока новинок нет никаких. Вот в БАДах есть. Я постараюсь вам видео про БАДы отдельно сделать. И здесь у нас новинки для детей. Обязательно буду брать. Здесь у нас витамин D3. Китс. Хотя я сейчас, знаете, вот у меня стоит. Гигантол. Покупаю, даю. И как-то вот доверяю и Крестюшке, и Ксюшке. Гигантол. Очень нравится. Уже второй флакончик. По одной капельке. Ну, оставлю его Крестюшке. Ксюшку, куплю витамин D3. Вот такой вот детский обязательно. И Омега-3 с глицерином. Китс тоже. Пусть пьет. Омега, смотрите, не дешевая. У нас с вами будет удовольствие. Интересно, можно будет взять по Фиберлик Лайк. Надо будет посмотреть. Или по ее программе. Так что буду брать оба эти БАДы. Витамин D3. Много чего сейчас сама добиваю, если честно. Потом обязательно расскажу в пустых баночках. Так, здесь у нас ничего нового. В том каталоге были новинки. Как всегда запах... Не, порошками не буду, девчонки. Я тут рассказывала вам вологии. Не рассказывала. Я нашла у себя 4 пачки порошков в запасе. Все заказывала, складывала. Сейчас в котей нервного они у меня влезли. Все пересыпала. Поэтому от порошков пока отдыхаю. У меня запас огромный. А вот кондиционеры на исходе. Обязательно возьму любимую золотую органу. Еще какой-нибудь. Кондиционеры расходуются с бешеной силой. Так же, как и порошок. Стирок много. Средства для мытья посуды надо взять в запас, чтобы резко не кончилось. Хотя каталог короткий. Но все равно, тем не менее. Мыльца. Чистящие пока все в запасе. Ну, здесь у меня Фиберлик как бы на первом месте, несмотря ни на что. Если поддерживать квартиру в чистоте. А вот сложные пятна мы уже с вами про это разговаривали. Вы уже знаете, что мне помогло. Так, корм у нас так и не сделали. Так и не сделали в каталоге. Новая коллекция одежды. Мне пока с этой страницы абсолютно ничего не нравится. С этой тоже абсолютно ничего. Но кроме топушечек. Костюм такой я тоже не одену. А брюки интересные. Смотрите по джинсу. Или они джинсовые. А брюки вот классные розовые. Очень симпатичные. Ну, вот эти обычные, спортивные, нормальные. На 3000. Кроссовки тоже такие не люблю. У кого нога большой размер, вот такая подошва, она делает ее еще в два раза больше. Поэтому не люблю. У меня ножка не маленькая. Вот этот прошлый век нет. Футболка классная, симпатичная. Платишки такие тоже однозначно нет. Вот опять подошва выпирающая в обуви. Видите как? Вот это мне очень не нравится. И в основном, сейчас она вся такая Фиберлик. Вот эти рукава не однозначно нет. Такие штаны тоже. Вот, Катюш, если смотришь в Матиссе, вот тебе такие пойдут. Мы обязательно ждем от тебя примерку этой коллекции. Мне кажется, вот тебе будет круто. Да, на твою фигурку прям вообще будет супер. Шарфики, палантины. Вот этот интересненький. Такой бы я не взяла. Но ни к чему вот эти штучки. Мне кажется, это тоже прям обязывающе. Обязывающе. Но на этом новинки, по-моему, одежда все. Больше, конечно, их будет на сайте. Будем смотреть. Может, что-нибудь в душу и западет. Да? А так пока нет. Пока ничего. Love and Moments у нас тут с вами. Сквиши распродают. Распродажа. Бери все. Бери все. Но из-за этого ничего я брать, скорее всего, не буду. Вот эти маски тоже мне на три процедуры хватает. За 399 рублей даже не хочу брать. Нет, честно. Вот эти вообще я вам не советую. Блески замучаетесь смывать. Аликсиры Варю классные. Что-то их распродают. Наверное, не пользуются популярностью. Особенно аквалифтинг. Прям советую. Очень здоровский. И цена пока неплохая. Вербена. Ботаника, как всегда. Это обычные цены. Я бы не сказала, что бери все. Обычные цены. Шампунь. Морожка. Вот морожка класс. Морожкой можно запастись. Морожку прям обожаю. Мне очень понравилось. Просто сейчас очень много шампуня в использовании. А так бы вы бы у меня в заказе обязательно увидели морожку. Потрясающая серия. Прям любовь с первого применения. Витамания. Бонжорно тоже классный гель. Для душа можно на подарки. Набрать. Тут, конечно, в конце каталога. Парфюм распродают у нас с вами. Мужской. Не выводят ли вот эти? Они давно мелькают уже только в распродажах. Малышки. Рената. Пондор. И Променад. Феста Девита. Бьюти Кафе Каприз. Мне нравится больше всего из того, что здесь представлено. Сладники. Классники. Он у меня стоит. Пользуюсь тоже с удовольствием. Так. Лаки. Которых почему-то нет на складе у нас вот этих. Хотела с блесками брать. Нет. Вот эту помаду для губ Глэмшайн стоит у меня тоже. Вообще, про как мне не тянется. Не нравится мне такой эффект на губах. Вот это тоже, мне кажется, ни за что. Никому. Поэтому распродают. И в конце у нас фест-класс. Пока моя любимая. С удовольствием пользуюсь коричневой тушью. И пока от нее в восторге. Ничего не могу сказать. Одна лежит уже в запасе. Поэтому в запас больше брать пока не буду. Вдруг в следующих каталогах будут новинки туши. Будем с вами тестировать. Подарок. За регистрацию у нас будет с вами Элисар. Малышка. И как правильно вот это называется? Волшебная росписьящая частиц. Это пудра Шиммер. Но классный подарок. Все равно интересный. Классный. К праздникам. Если вам не понравится, может кому-нибудь задарить. Поэтому кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok